Привет, с вами Илона Тихонова и команда 200. В этом выпуске мы вам расскажем про то, как играли наши родители. Вы познакомитесь с очередной городской дикоинкой и узнаете, чего интересного творится в нашем мире. И начнем мы, как всегда, с новостей. Доброе утро, с вами Настя Камаева и это позитивные новости. Начнем с важного. Комары чаще кусают тех, у кого была физическая нагрузка. Даже открытая одежда их не так сильно привлекает. А все дело в том, что после тренировок и нагрузок у людей повышаются температуры и отделение пота. Видимо, комарам так вкуснее. Новости сна. Бельгийский и швейцарский ученые выяснили, если спящему человеку говорить приятные и расслабляющие слова, то его сон будет более глубоким и качественным. Он лучше выспится и пользы его здоровья будет больше. Так что шептать спящим на ушко что-то приятное, это не только мило, но еще и очень полезно. Власти Японии объявили войну енотам. Это не шутки. Еноты терроризируют страну. Они воруют еду, разрушают храм, уничтожают урожаи. А началось все лет 40 назад, когда животных завезли на острова в качестве домашних питомцев. Тогда многие японцы просто не справились с мохнатыми и выпустили их на волю. И теперь решать проблему приходится государству. Но пока не очень получается. И один шажок в будущее. Китайские ученые совершили прорыв в замораживании живых клеток. Они смогли успешно заморозить и разморозить клетки человеческого мозга безо всяких повреждений. Это значит, что уже совсем скоро человека можно будет погрузить в криосон и разбудить в далеком будущем, как в фантастическом фильме. Британский врач Майкл Мосли доказал, что поэзия – отличный способ снять стресс и поднять настроение. Оказывается, если вы будете читать стихи вслух и выразительно, у вас сниться пульс и кровяное давление. А значит, мысль успокоится и настроение исправится. Видимо, поэтому в школе нас так часто заставляют учить стихи. Но нет школы – нет стресса. А значит, и стихи пока можно не учить. Впереди три месяца каникул. Пусть они пройдут весело, хорошо. И отличного вам настроения. Всем пока! Лето – время, которое нужно проводить на улице. Ну, что же там делать? Мы знаем, у кого спросить. У взрослых, конечно. Сколько дворовых игр вы можете назвать? Прятки, догонялки. По-моему, нам нужна помощь. Какие игры вы играли в детстве? Ну, в догонялки, в вышибалы, в классики. А были, играли в такие игры, которые не знает молодежь сейчас? Мне кажется, да, в классики. Сейчас никто не играет из детей. И в вышибалы тоже. Казаки-разбойники, жмурки. Какая была ваша самая любимая игра? Жмурки. Штандр, сломанный телефон, цвета, садовник. Ну, и еще много-много других. А можете рассказать, пожалуйста, правила вашей самой любимой игры? Ну, мы, конечно, очень любили садовник играть. Там и мальчики, и девочки играли. Раздаешь. Я в садовника влюбился, не на шутку. Там, рассердился и так далее. И выбираешь, там, кладешь монетку или что-то, выбираешь, там, пару или что. Очень интересная игра. Чижи были, лапта была. Сейчас, наверное, они не знают уже никто. В резиночку, вышибалы, в клёк играли, даже застали такую игру. Родители рассказывали, что еще. В джо. Когда мячик бросают, отбрасывают, там, например, ты говоришь, там, типа, ты ел сегодня, там, суп, ел сегодня, хорошо, и так далее. Там, ну, типа, смешная комбинация получалась. Чижик. А можете объяснить? Ну, там, в общем, к земле укапывается ямка, ложится палочка, и вот другой палкой надо, чем дальше, закинуть этот чижик, а друг, с другой стороны, другой ловит. Какие игры у вас были самые любимые? Не знаю, мы играли как-то все вместе дружно, и у нас мы не различали любимые, нелюбимые, играли просто и все. Ну что, все запомнили? Вот вам пару идей для этого лета. Не может быть такого, чтобы взрослые знали игр больше, чем мы. Вот, например, игры с мячом, вышибалы, футбол, пионербол. Думаете, это все как бы не так? Если вы целый день на улице, и вы все переиграли, и вам все надоело, ловите четыре классных игры с мячом, в которые играли наши родители. Они вам точно понравятся. Для этой игры вам понадобится мелок. Чертите на асфальте квадрат и дельте его еще на четыре квадрата. Каждый создает свою часть. Теперь надо перебрасывать друг к другу мячик. Первая подача обязательно наискосок, а потом как угодно. Мячик можно пинать, отбивать головой или любой другой частью тела. Брать руками его нельзя. Если вы пинули мячик так, что он вылетел за пределы большого квадрата, вам начисляется очко. Если мячик коснулся вашего квадрата, и вы не смогли его отбить, тоже. Чем меньше очков набрал, тем лучше. Он заранее договорится, до скольки очков вы будете играть. Для того, чтобы играть в лягушки, нужна стена без окон. И еще рядом не нужно стоять машину. Правила простые. Нужно бросать мячик об стену и перепрыгивать его. Задание можно усложнять. Например, прыгать спиной. Кто заранился, вылетает из игры и встает к стенке. Поймал чай-то мяч, возвращается в игру. Можно играть командами или по парам. Тогда могут быть задания сразу для всей команды. А чтобы выручить заранившегося товарища, нужно будет прыгать за него. Минус пять. Самая простая игра. Нужно просто по очереди подбивать мячик от стенки. Нельзя пропускать свой удар. Нельзя ждать, пока мяч остановится. И нельзя ловить мяч руками. Мешать другим тоже нельзя. За все это начисляются штрафные очки. Набрал пять очков, вылетаешь. И так до полного победителя. Пока не останется кто-то один. Если надоело прыгать и бегать, можно поиграть с Абже. Эта игра похлонность удобная и несъедобная. Ведущий также бросает мячик, говорит слово. И нужно поймать правильный вариант. Только вопросы могут быть самые разные. Сколько тебе лет? Сто миллионов. Где ты живешь? В комнате. Что ты не ел на завтрак? Кошку. Еще в игре есть волшебное слово. Сабже. Если поймаешь его, можно самому решить, в какой вариант тебе подходит. Играть можно сколько угодно. Пока не надоест или пока вопрос не закончится. Какая игра вам больше всего понравилась? Запомнили правила? Тогда встречаемся во дворе. Гулять на улице никогда не скучно. Вот, например, Марина. Она может найти себе что-то интересное на каждой прогулке. Слово ей. Лето. А это значит самое время отправляться гулять по городу. Ведь именно во время таких прогулок и находится все самое интересное. Например, если зайти вот в такой вот неприметный дворик. Вот, смотрите. Какое-то кольцо торчит прямо из стены. Зачем оно здесь? Похоже, без эксперта нам тут не обойтись. Хочу представить вам Наталью Сивцеву. Это городской экскурсовод. Наталья, расскажите, пожалуйста, что здесь было раньше? Маринечка, мы сейчас с вами стоим на центральном перекрестке нашего города. Ну, а полторы сотни лет назад буквально в ста метрах за моей спиной была уже окраина. А вверх уходила деловая улица. На ней располагалось здание суда, банки, адвокатские конторы. Ну, а вот в перекресток это была стоянка такси. Конечно же, здесь парковались извозчики. А вот тот дом с Аркой, вы про него что-нибудь знаете? Идем, расскажу. Вот в эти ворота въезжали экипажи, запряженные лошадьми. Ну, это была типичная симбирская городская усадьба 19 века. Она принадлежала купцу Ивану Свешникову. Потом перешла в наследство его племяннику Александру Конурину. Ну, а здесь, Марина, находился флигель для прислуги, хозпостройки, был большой сад. И я тебе покажу самый интересный артефакт. Вот, как раз-таки про это кольцо я и хотела вас спросить. Что это и зачем оно здесь? Ну, я уже говорила, что здесь располагалась конюшня. И когда приезжали экипажи, лошадей раздвигали и привязывали как раз за это кольцо. Это конная вязь. А есть ли где-то еще такие кольца? Знаешь, Марина, я больше нигде в городе таких колец не встречала. А почему же тогда это кольцо осталось? Почему вы их выбирали? Ну, просто это осталось как напоминание о тех давних временах. Ну, это украшение нашего города. Вот такие интересные истории можно узнать просто прогуливаясь по городу. Главное, внимательно смотреть по сторонам. Вот такая вот диковинка. Лето, игры, прогулки. Кажется, что совсем не до смартфона. Но на прикольные видосики мы всегда найдем время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как бы ни было хорошо на улице, про кино тоже не стоит забывать. Ведь там нас ждет столько интересного. Смотрите нашу афишу, а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. С вами Максим Рыженков. И сегодня мы поговорим о том, ради чего стоит отложить все дела и устроиться поудобнее перед экраном. Какие премьеры ждут нас в июне, сейчас расскажу. Говорят, у кошек 9 жизней. Избалованный, капризный и ленивый бэкет не исключение. Этот кот – настоящее бестие. Но ему придется измениться, ведь в своей драгоценной жизни он начнет проживать в шкуре совершенно других животных. Как это остановить и что бэкет должен сделать, чтобы вернуть собственную жизнь, смотрите с 12 июня в очень смешном мультфильме «Десять жизней». Что бы вы сделали, если бы во время экскурсии на космодром попали на космический корабль и оказались на орбите совершенно одни? Я бы полетел на поиск инопланетян. Именно так и поступили Аннабель и Дина – закадычные друзья и любители астрономии. Они уверены, что инопланетный разум уже пытался с ними связаться, но только взрослые им не верят. Но как вы думаете, кто прав? Узнаем 12 июня из фильма «Голос из космоса». Ирбис или снежный барс – невероятно красивое животное. Это огромная редкая кошка, хозяин Алтайских гор. Именно так называется фильм про маленького котенка Ирбиса. Все его братья и сестренки погибли от голода. Ему помогли выжить сотрудники национального парка. Но когда, наконец, опасность миновала, малыш исчез из их поля зрения. Сможет ли он один выжить в дикой среде? Смотрите в кино с 13 июня. С загадку волшебного острова 13 июня предстоит раскрыть юный Чарли Купер. По дороге в школу она находит яйцо птицы, которое ранее считалось вымершей. Есть проблемы. Птенец сможет вылупиться только на своей родине – в далеком таинственном острове. Чарли отправляется туда вместе с друзьями. Но кое-кто готов на все, чтобы яйцо не покинуло город. Кто этот негодяй? Увидит ли девочка редкого птенца? Смотрите в кино. Отличная новость. Три богатыря возвращаются. И как? Сразу с тремя историями за один раз. Спасение княжеской короны. Путешествие в мир снов. Битва умов Алеши Поповича и коня Юлия. И все это в одном мультфильме. Три богатыря. Ни дня без подвигов. Смотрите с 20 июня. Лето – время, когда на экраны выходит особенно много детских фильмов и мультиков. Следите за афишей. Почаще ходите в кино. И скучать вам точно не придется. Отличного вам настроения и прекрасных каникул. Всем пока. Мы снимаем. Доброе утро. С вами Настя Камаева. Нет, время короткое. Короткое. Я просто вот так вот. И еще и уже хотел говорить. Ты тут как бы принадлежала имбирскому купцу Ивану Конурину. Потом она по наследству. Запомнила правила? Тогда встречаемся во дворе. Давайте еще раз. Давайте еще раз. Комары чаще ксают те, кто плохо себя ведет. Поэтому ешьте кашу по утра. Да не может быть такого же. Заново все. У меня с руками что-то никак. Я вот так удержу. Что-то не выдерживается. Я вот так вот. Поехали!